Хорошо, проиграли войну? Ну, проиграли. Проиграли войну противнику вооруженной силы Азербайджанских Республик, которая в разы превосходит вооруженную силу Республики Армения. Ну, хорошо. Для профессионального военного, как только правды не было, все равно. Это ясно, это понятно, мы проиграли. Если хоть сказать правду, стыдиться этого нет, нет, потому что вооруженную силу Азербайджанских Республик одни из самых лучших вообще в мире. Не то что в этом регионе, поэтому проиграть войну вооруженную силу Азербайджанских Республик я не считаю позорным, потому что имеешь дело с противником, который в разы, 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 разы во всех смыслах, соотношениях с любой точки зрения превосходит. Типа, я понимаю это, я могу это понять, я это признаю, я это принимаю. Но после вот этого вешать лапшу на уши собственным гражданам, до войны он хорошо, скажем, бои были в июле, в Табушской области, да, все, если бои шли, то этого, разово, да, разовострения на границе были, это можно было еще как-то скрыть, но тут все очевидно, Армения подписала капитуляцию, подписала капитуляцию, не потому что, скажем, Армения была так хорошо, подписала капитуляцию, потому что Армения проиграла, Армения было делать нечего, все. После этого, после капитуляции, которую видел весь мир, какой смысл делать вот все вот это, снимать эти так называемые репортажи, это вас зенуж, показывать, что Армян, Армянская авиация контролировала воздушное пространство на Горном Карабахе, ну, бред, притом настолько очевидный бред. Просто отныне я буду перечисывать нервы, и, по Армении, насколько это возможно, новости читать даже не буду, потому что нервные клетки, они, как здесь, не останавливаются. Что думаете вы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.